Друзья, дорогие мои, сейчас вот такая у нас будет небольшая пауза, я поясню. Я, если кто-то следит за тем, что я там писал в интернете, у нас сегодня здесь на концерте очень интересное, я считаю, знаковое событие. Это презентация книги, фотоальбома моего замечательного друга. Это очень известный человек в мире авиации. И все, что связано с фотографией и видео. Все, фотографов инвенционных, вот как-то там мнения разнятся, кто самый лучший. Это может быть Хигаона, ой, отставите. Хигаона, это тренер по карате. Это у меня с ним тоже связано кое-чего. Вот, ладно, не буду их перечислять. Но в моем понимании самый лучший видеооператор и постановщик этих съемок – это Артур Саркисян. Мы даже на НТВ, ну, я там все-таки работаю чуть-чуть, делали программу про него целую в разряде программ «Авиатор». Это было очень давно. И я считаю, сегодня это вообще совсем другой уровень. И, наконец-то, я знаю, что этот проект у Артура рождался очень долго. Это все очень непросто, так же, как для меня выпустить ГИСТ, для него сделать эту книгу. Что я, собственно говоря, рассказываю. Вот, руководитель направления конструкторского бюро имени Ильги Ушина, Артур Саркисян. Пожалуйста, он не один в этих настонах. Я очень рад свой бизнес видеть. Братское сердце, давай, иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда я представлю. Артур Саркисян. И в руках уникальное издание «Глубокое погружение в небо». Это весьма необычная книга, потому что презентация этой книги была и на МАКСе 2021, и на многих значимых площадках. И не было ни одного равнодушного человека. Потому что летчик, летчик-истребитель, начал фотографировать еще тогда, когда это нельзя было делать. Это было запрещено. Но были особые уловки, и все равно летчик-истребитель еще и стал фотографом. Тем фотографом, который нам может рассказать и показать с высоты полета. И самое интересное в этой книге еще то, что здесь есть QR-коды. Мы не любим это слово QR-коды, но в данном случае они играют значимую роль. Потому что при помощи QR-кода можно выйти и посмотреть видео. Можно увидеть фильмы и более подробно. И, конечно, конечно, издательство «Вегапринт» — это то издательство, благодаря которому смогла состояться уже третья книга о небе. И вот здесь, обратите внимание, стоит Виктория Радишевская, генеральный директор и главный редактор. Это еще совершенно недавно. Да, да, вот я сейчас, видите, как хочется сказать сразу нам вместе про это, что премия «Золотое перо России» — это высшая награда журналистов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кстати, Света Капанина должна была сегодня здесь быть на этой презентации, потому что, ну, я даже так скромно скажу, я в числе героев этой книги. А она вообще совсем герой этой книги. Ну, она сегодня пошла к стоматологу, и это закончилось тем, что я ее не прянусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Это секрет выдал. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, летчик, и они вообще не секрет, что самые талантливые люди на свете. Снимают лучше всех, поют лучше всех, стихи пишут лучше всех. Ура! За наших любимых отстан央. Друзья, на мне представлено, я делаю, я сама, Ольга Лебедева, телерадиоведущая, веду авторские программы, журналист, ведущая светских мероприятий. И, конечно, все, что касается культуры и продвижения, популяризации, особенно то, что связано с небом. Я всегда ваша. Спасибо. Сегодня, обратите внимание, при выходе вы можете приобрести эту уникальную книгу. Это шикарный подарок на Новый год. Спасибо. Я бы сказал, что это не просто на Новый год, это всегда шикарный подарок. Нет, это просто замечательное знание, когда я начал смотреть, а там столько всего для себя, ну уж явной вариации, как говорится, достаточно глубоко. Ну вот это глубокое погружение в небо, оно гораздо глубже, чем я бы... Вообще мы тут около микрофона, я бы хотел, чтобы Артур немножко сказал, потому что это, кроме того, что он летчик, истребитель, в моем понимании то, что он делает, это глубоко инженерное дело. Вот не просто сегодня поставить камеры, все так считают, ГОПРОЖКУ поставить, но когда посчитать надо температуры на сверхзвуке или температуры в стратосфере отрицательные и так далее, он этим занимается, и то, что, ну вот, те съемки именно, которые производит он благодаря своим расчетам, своим инженерным мыслям, их больше никто не делает. Артур, скажи пару слов. Ну, я, пожалуй, скажу, в чем особенность этой книги. Ничего особенного в этой книге нет. Здесь просто я делюсь опытом воздушных съемок, которыми занимаюсь больше 30 лет. Ну, в общем, начало было, когда я еще летчиком был, это были первые попытки съемки ГСВГ, да, в Германии я служил. Кстати, мы в одном гарнизоне с Викторией Радзишевской как раз служили. Я их заменил в артислагере. Ну, в общем, я там начал, ну, можно считать, 88-й год. Это начало воздушных съемок, но это первые попытки были. Здесь на задней обложке книги кадры, я считаю, что это начало профессиональной работы в этой области. Когда меня в начале 90-х пригласили, который сейчас РСКМИК называется, был тогда МАПОМИ, Московское артенопроизводственное объединение вместе с конструкторским бюро Микарна. А тут началась профессиональная работа воздушных съемок. Конечно, Саркисян, Михаил. Ну, нам много чего состоит. Спасибо. И тогда я это занятие поставил на более профессиональную основу, с методикой, с собственную методику разработал, о чем в этой книге тоже есть. Ну, в общем, в книге, книга состоит из трех глав. Первая глава — это как альбом. Эта книга не совсем книга, а альбом. Это именно больше книга, чем альбом. Потому что здесь тексты, здесь комментарии, короткие истории, наиболее интересные истории этих фотографий. Поэтому здесь все вместе с текстом нужно смотреть. Здесь в книге есть страница, где некоторые летчики-испытатели, ну, в частности, Михаил Беляев, шеф-пилот Микаряна, Власов, Павел Власов. Ну, многие знают. Потому что я, многие кадры я делал здесь с ними. Я хочу сказать, что эта книга, не только моя заслуга, это коллективная работа. Потому что без губинки, без витязей, без стрижей здесь половины книги не было бы. Здесь я привожу как раз опыт этой работы в воздушных съемках. Здесь вся эта методика, классификация воздушной съемки. И так как я два года работал штатным фотографом и оператором в пилотажных группах «Стрижи» и «Витязи» в Кубинке и в Вязме с пилотажной группой «Рус». Поэтому в этой книге очень много пилотажных групп и многое другое. И испытательные полеты, и просто красивые съемки. Ну, в общем, здесь кому интересно просто может полистать, кому интересно заниматься воздушными съемками, здесь нарисовано, как этим заниматься безопасно и с хорошим максимальным результатом. Что здесь еще примечательно, первая глава фактически состоит из съемок, сделанных на пленочных камерах. Но если кто не знает, что такое снимать на пленочной камере, это 36 кадров на весь полет и все в ручном режиме. И здесь вторая глава книги. Здесь много эксклюзивных кадров, но они остались эксклюзивными, потому что эти полеты прекратились. Я имел просто доступ к съемке в стартосферных сверхзвуковых полетах на авиабазе «Сокон». И поэтому здесь есть много таких кадров. В частности, и обложка книги тоже эксклюзивная. Это единственный кадр, который снят с наружных камер в стартосфере на истребителе. То есть у нас международный каульский растяг. Да, здесь 19 тысяч высота. Ну, в общем, здесь я делюсь опытом и показываю, чем я занимался вообще за эти 30 лет. По сути, здесь 5 профессий в этой книге, чем я занимаюсь. Ну, так получилось специально. Такой тем не было, но... Ну, и здесь Николай Анисимов тоже попал в мне тут в книгу. Когда мы на крыльях Пармы, Капанина выступала, Анисимов комментировал, я транслировал. Я делал проименную трансляцию. Кстати, здесь тоже вот есть в этой главе, во второй главе, как это делать, как транслировать с истребителя на экран зрителям. И поэтому... Ну, и этот экземпляж как раз для Николая Анисимова. Коля, спасибо тебе, Жан, за подъемление. И я... У Коли есть песня «Я летчик». Я вот хочу сказать, Коля, ты больше, чем летчик. Артур Саркисиан. Легендарный Артур Саркисиан.